Приветствую вас! Для начала надо понять, конфликт у вас по поводу чего возник, то есть вот вы говорите, как избавиться от нее. Если вы хотите избавиться, значит, есть какое-то противоречие, есть какой-то конфликт, то есть человек вам что-то хочет дать или что-то получить, а вы не монете. Вы не можете либо дать ему это, либо принять то, что она вам дает, то есть конфликт, во-первых, по поводу чего возник конфликт, это первое. Второе. Вот как избавиться. Знаете, вы для себя уже вступили в такую вот роль, что вы избавляетесь от человека. Вы хотите это сделать уже, но вам мешает страх, вам мешает страх, либо вы суеверны, а вы боитесь, что вас, например, проклянут, там, наведут порчу. Что-то еще раз делаю. И это мешает. А если вы боитесь вот этих вещей, то это говорит о том, что вы склонны перекладывать ответственность себя на других за то, что у вас не получается. Должным образом, правильно, и так далее. То есть в своих неудачах вы склонны винить других. И либо это опыт личный, либо это родители вам внушили, ну, дали вам такую установку. Модель поведения у родителей вот такая была. Тут, конечно, нужно разбираться. Разбираться, но вы не свободны. Да если вы в начале же человека пустили, вроде бы как, себе, ну, в личные границы пустили человека. А теперь он вам не нравится уже. И вы боитесь. Вы боитесь, что вам будет вред, и вы хотите все вернуть, как было, да, назад. То есть вы сразу не поставили себя правильным человеком. Не дали ей сразу понять, что вы, ну, не то, чтобы, вот, знаете, не то, чтобы не принимаете ее. Это было бы неправильно, так сказать, потому что, ну, все-таки она, может быть, по-своему, хочет вам добра, как она его понимает сама. Важно то, почему вы оказались в этой ситуации, вот этого, это важнее, это важнее всего. Ну, и по поводу того, как вам избавиться от нее, сперва, сперва от своих страхов, ну, не избавляться, сперва. Это, это, это вот первое. Потом личные границы свои. Оформлять, корректировать и так далее. А потом, после этого, уже исходя из вот того, того нового знания, что вы приобретете, вот уже исходя из этого, можно будет тогда выстраивать какую-то модель поведения к ней. То есть, либо вы поблагодарите ее, там, сделаете, там, ну, что-то для, что-то для нее, ну, вы можете что-то для нее сделать, да, там. Например, что-то для нее, помочь ей, что-то еще можете, ну, такое вот. То есть, тут учение исключительно на ваш выбор. Вот, что вы хотите, то и сделаете. Но вы не можете адекватно это сделать до тех пор, пока у вас, вот, будет этот страх. Потому-то он все время будет мешать. Сам. Он будет все время мешать, постоянно. И, естественно, что ситуация такая, она будет повторяться снова и снова. Но, я думаю, мы же не хотим, чтобы она повторялась, да, снова и снова, наверное. Мы же хотим, чтобы как-то вот такого не было больше. А это значит, что нужно, нужно понять, как это стало возможно. Ну, объективно, объективно, избавляться от, ну, от человека нужно только безразличием. То есть, спокойно, вежливо говорить, простите, у меня дела, я занятый, извините, мы сами потом обязательно пересечемся. Или, вы знаете, я вам очень благодарна за то, что вы хотите сделать, но, простите, мне больше это не нужно. Вот, я не хочу вас обидеть, там, вот, поймите просто, что мне это больше не нужно, и так далее. Вот. То есть, снова и снова, дайте понять человеку, что вам это не нужно, но без оскорблений, без обид. Обижать никого не нужно. Дело здесь не в суевериях каких-то, а в том, что, как бы, если вы обидите кого-то, то хуже будет вам, именно вам. Понимаете, да, и дело здесь не в том, что на вас будет порция, и так далее. А дело в том, что это негатив, который вы сами, как-то, ну, реализуете как-то через человека. И, поскольку у вас-то негатив будет, то будете страдать вы, будут страдать ваши близкие, родные, так и так далее. Знаете, вот, а это все-таки не самый лучший вариант именно для вас. Вот, поэтому, и я, именно, именно вот только с этой точки зрения, я говорю вам, что нужно вежливо это делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Обязательно подумайте над тем, что я сказал, по поводу ваших установок, которые привели к тому, что вы оказались в этой ситуации. И подумайте о том, что такие ситуации, наверное, не первый раз происходят с вами. Вот, либо эмоции, которые вы испытываете, ну, по этой ситуации, они не впервые у вас, не впервые вас посещают. Вот, и, соответственно, основная проблема заключается именно в них, а не в этой конкретной ситуации, да. Так что, подумайте над тем, чтобы поработать с психологом именно вот в этом направлении. Потому что, ну, как именно вам избавиться от, избавляться от надоедливых людей, потому что они вообще, надоедливые люди, они не только, не только цыгане, они среди всех встречаются. Ну, вот, и с ними в итоге нужно уметь правильно себя вести. То есть, обидеть, оскорбить, ну, это, наверное, проще всего, но вопрос-то в том, что хорошего-то это ничего не дает. Никогда. Так что, подумайте, подумайте о том, что проблема несколько глубже, чем вот эта конкретная ситуация. И если решите ее исправить, то выбирайте себе психолога и начинайте работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду загадать им, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok